Вот уже две недели, как на плечи Сергея и Виталия возложена ответственная миссия. Они ухаживают за непоседливыми хорьками, пока хозяйка хищников Елена Васильченко наблюдает за ними с фотографией. Сейчас 44-летняя женщина находится в клинике Кореи. Вообще у нее диагноз сахарный диабет, хронический острый панкреатит, кисты. Если сначала начинать, первая операция вообще была в Владивостоке, когда мы жили до этого там. С октября месяца у нее опять начались боли. Каждый день до сегодняшнего дня у нее боли. Обращались к врачам, она ездила к платным врачам. Никто ничего не может сказать. То, что на Елену внезапно обрушится столько болезней, не ожидал никто. Всю жизнь она занималась спортом, прыгала с парашютом. Но и после того, как стала домохозяйкой, не скучала. Обставила весь дом цветами и картинами. А сегодня краски жизни для ее близких померкли. Двое сыновей, мама, сестра и племянник не находят себе места. Пока корейские врачи ломают голову над диагнозом. Сейчас Елена прикована к постели и уже похудела на 15 килограммов. Каждый день, конечно, созваниваемся. Но она плохо разговаривает с ее мужем, общаемся. У нее сил практически нет. Одна минута в день это максимум. И тоже не часто. В данный момент ей снимают воспаление внутренних органов. А потом они уже будут смотреть, откуда у нее скапливается жидкость поджелудочной железе. И вчера сделали операцию. Сейчас она пока отойдет, 2-3 дня, наверное, будет уже дальше смотреть. Единственное, что известно точно, Елена пробудет в Корее минимум месяц. Возможно, перенесет еще одну операцию. Но средства у семьи уже на исходе. А один день в клинике обходится им в 16 тысяч рублей. Предварительно нужно собрать миллион двести. Вы можете помочь любой суммой, даже самой скромной. Реквизиты для перечисления средств сейчас на ваших экранах и на нашем сайте tvgorod.rf Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова